Наташа второй раз сыграла очень важную роль в моей жизни. Она понимала, что я реально очень хочу. Вот советских войск в Афганистан, декабрь 79-го года. Где-то в марте 80-го она мне звонит из Парижа и говорит, посмотри, пойди в Киос, купи себе журнал «Экспресс» французский, посмотри, там очень интересный материал об Афганистане. Я пошел, купил, читаю. Два врача мира пробрались с мужаэдами в Афганистан для того, чтобы начать гуманитарную миссию помощи населению от организации «Врачи мира». Я звоню Наташе и говорю, а как мне добраться до этих врачей мира? Она мне нашла, дала мне их телефон. Я позвонил, я сказал, такой-то, такой-то. Родился в Советском Союзе, в Литве. Хотел бы встретиться с вашим руководством. А руководил тогда врачами мира Бернард Кушнер. Потому что Бернард тоже личность выдающаяся, потому что он создавал «Красный крест» внутри Организации Объединенных Наций. Оказалось, то есть он ее создал, а потом, как всегда, победила бюрократия. Он ушел, создал «Врачей без границ». Это уже сбор денег от… Гуманитарная такая организация. Врачи без границ в течение двух-трех лет превратились в огромную организацию и опять победила бюрократия. Бернард ушел оттуда тоже и создал «Врачей мира». А после этого он уже начал политическую карьеру, соцпартии, тогда и стал министром иностранных дел. Но вот последнее, что он сделал в гуманитарной сфере, это «Врачи мира». Я встречаюсь с руководством, и они, естественно, считают, что я агент КГБ. Конечно. В Париже. Мы встречаемся, все. Жан-Эли Малькин, Жак Леба, Бернард Кушнер – это мои очень хорошие друзья сейчас. И они со мной проводят допросы. Один день они меня расспрашивают там вокруг, где я родился, что я там был, почему я выехал, как я оказался во Флоренции, все эти вещи. На следующий день я им говорю, ребят, вы что, сталинисты, что ли? Я говорю, что с вами происходит? Я говорю, я из медицины, но я хочу быть репортером, я вам честно говорю. У вас гуманитарная миссия, да, вы собираетесь помогать людям в Афганистане. Я хочу поехать с вами, помочь вам, как медик, и одновременно собирать материал для репортажа. Нормально? Я говорю, вот нормально? Для этого надо быть агентом КГБ, что ли? Ну, в общем, мы там, наконец, мы выяснили отношения. Продолжение следует...